Всем привет! Решили выйти прогуляться по райончику вечером. Посмотрите, как у нас красиво в нашем районе вечером. И у нас горят огни, и это какие-то такие теплые воспоминания с детства, когда мы жили в городе, и когда живя в городе, мы выходили вечером вот так гулять, огни города, и там на горки всякие, зимой особенно там, да, летом на всякие там, просто на прогулки погулять там куда-то вечером, особенно когда уже, в принципе, темно. И это, ребята, было офигенно классно. Офигенно-офигенное время. И сейчас оно тоже офигенно-офигенное время. Это действительно классно. Вот. И это очень-очень прикольно. Ну вот она. Уже почти килограмм. Видишь? Дорогая, будет крупная окошка. Ой, мяу. Красивая. Маленькая. Мы тоже не пугаем котов пылесосом, но она немножко побаивается. Такая... Ой. А еще... А еще у нее... А еще у нее, когда она играется, когда она играется, я не знаю, как от этого отучать котенка, и как приучивать котенка, чтобы этого не было, когда играешься, она кусает. Она может подойти и кусать тебя там, ну просто кусаться. Ну, Дашенька, никак ты не сделаешь, она перерастет это. Она просто... У нее сейчас... Села в пакет и сидит. Мелочь какая-то. Мелая. Вот она сидит Сильвана. Это Сильвана, да. Посмотри. Ммм. Лакая. Ну что, ребята? Навожу я сейчас порядок на этих полочках, потому что, видите, тут немножко бардак поразвела. Потому что я приятно с бардаком тут, видите. Сахар, чай, все. Образовался бардак. Так как мне не хочется, чтобы был бардак в квартире. Ну, не очень люблю бардаки. Моя проблема в том, что я, типа, этот, перфекционист. Я, в принципе, не очень люблю бардаки. И я хочу, чтобы все там ровненько лежало там, да, вот идеальненько. Но в то же время я очень не люблю эти порядки наводить. Вот это вот наводить эти все порядки. Это ж, боже мой. Это... Это капец. Есть у меня свои косяки. Я хочу всякие травы, приправы вот у нас добавилось. Сночный перец. Вот это куриные грудки. То, что я буду готовить, да. Что я вот буду куриные грудки готовить. То есть, я хочу, чтобы все было красиво, да. Моя проблема в чем? Ну, не люблю я это красиво создавать, понимаете. Гречки, кстати, заканчиваются. Ну, как заканчиваются? В принципе, закончилось. Поэтому, как мне придется уже для выпечки тоже все пораскладывать. Потому что я тортик... Ай! Угу! Потому что я делаю тортик. Солька. Получается очень-очень вкусненько. В принципе, мне понравилось. Но я хочу... Я чего-то хочу этой вещей. Вот, видите, у меня такая классная штука форма для печенья и прядь. Я хочу на будущее сделать прядь в форме елочки. Вот. Вот. Во! У меня есть любитка. Вот мой сборчик у меня есть. Но это на случай всяких, знаете, там, заболеваний разных, еще чего-то. Вот это вот, ребята, знаете, то, что реально надо мыть, в принципе, хорошо. А я нифига не мою, не убираю. Ну, как это... Ну, вот. Сюда мы всякие формочки сейчас положим. И... Хочу поставить чаи. Но я хочу, знаете, сделать... Вот. Давайте сделаем отдельно красивую полочку с чаями. И все красиво разложим. Покажу вам, как это будет выглядеть уже конечный результат. Снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи. Белые медведи, спи скорей, малыш. Мы плывем на льдине, как на бригадине, по седым суровым морям. И твои соседи, звездные медведи, светят кораблям. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И звездные медведи, спи скорей, и ты, малыш. Малыш, милочка маленькая. Ребенок. Совсем маленький. Зубки вон, покажи, как. Ой. Да, зубки растут. Не покажешь зубки мне? Зубки не покажешь? А покажи зубки. А покажи, где у тебя... Не, ну так не его. Вот, смотри, видишь? Покажи подписчикам зубки. Ну, где? Видишь, у тебя зубки растут? Зубки растут, зубки. Такой маленький, и зубки растут. И зубка растет. И зубка, она уже килограмм весит. Ну, килограмм десяток. Она уже... Она будет такой. Она красавица. Она большая. Эй. У меня тут много, знаете? Подписчики. Если вы знаете, как вот очень кошку. От того, чтобы она не кусала руки. Вот. Пишите в комментариях, кто... Кто ветеринарик? Кто там знает как? А? Или кто разбирается в кошатничках? У кого опыт? А мы ежики. Мы в клубочек свернулись. У? Все, Крис, иди. Помучали тебя, да? Да, скажи. Помучали маленькую. Не дают жить я. Да не кусайте меня. Маленький. Все, иди. Встает. Малые врачи рекомендовали пить рязаночку там всякую. Такую, чтобы кальций там в организме попей. Да. Все вкусно. Ну, ты на камеру есть стесняешься, а? Давай. Ты ряженочка. Ну, ты чего? Смотри. Ну, сейчас не скушаешь. Придешь, скушаешь потом. Но, в любом случае, ты должна скушать свою порцию ряженочки. Да, нямка. Нямка, нямка. Вот. Да. Ну, ряженочка. Ну, ряженочка. Ну, ряженочка. А корм и ест. Чё уже? Не ешь ряженку, что ли? А тебе нужен кальций в организме. Неукон нужно тебе кальций вводить. Дай-ка. Вы реально стесняешься на камеру жирать. Скажу, уберите от меня камеру, я жеру. Я живу. Скажите. Ты из каждой миски по чуть-чуть лакнула, и всё, и чё? Тим. Тим. Тим, 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 тим. Сорта кординка вывалилась. Нет. Самки, ничего тебе надо. Я тебе мордочку в ряженку укунусь, вот тебе вкусно, можешь пооблизываться, понять, что это вкусно, ты ж пила ряженку. Вот, видишь, мордочка почувствовала, что ряженка это вкусно, да? Мордочка вспомнила, что ряженка это вкусно? Наверное, готов, нужно просто чуть-чуть потолкнуть аккуратненько, потому что это вкусно, и они будут есть. Людей тоже. Кто? Людей тоже. Тебе, кажется, не нужно, у меня вообще маленькая такая. Тебе нужно выпивать в день, чуть-чуть ряженчик. Раз в день. И раньше ты веела, и вчера ты кушала. Вчера у тебя закончилась, я тебе последнюю дала. Это ряженочка, которая из топленого молочка, даже, понимаешь? Это все для тебя. Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя, моря и океаны, для тебя. Цветочные поляны, для тебя, лишь для тебя. Горят на небе звезды для тебя. Безумный мир наш создан для тебя. Живу я под солнцем для тебя. У меня это клип со Санхайлова для тебя, который создан на основе смоток. Примерно просто. Как этот Митяй своей женичи попел. Противорялся Михайлову. Она кусает. Ой, кусает. Какая вкусная девочка. Не отвлекайся, мелко ешь. Знаешь, у тебя как у девочки даже фиолетовые мисочки. У тебя все есть. Даже свой кот, которого можно кусать. А ты мне нашла. Своя работа. Тихо. Тихо. Идем, куся, куся. Не золотишь. А золотце. Кушай, пока кушается. Сколько скушаешь, столько и скушаешь, я тебе стоять не буду. Сколько влезет, столько и скушаешь, ну даешь, ничего страшного. Соряженочка, это вкусно, Кыся, а тебе что больше надо, соряженочка как снежок. Это яденка. Примерно у меня еще и хорошая фирма, домик в деревне. Точнее, одна из хороших фирм, домик в деревне, и это неплохо. Пей, моя радость, пей, моя ласточка, пей, моя красавица. Пей, моя ласточка, да, попуся, мёзыточки. Видишь, что-то, что-то так вкусненько. Что, куда уж там нам со своей едой? Домаших телятин с ягненком, кроликов в сливочном соусе. Делали бы человеческий корм в таких пакетиках с каким-то названием, и человек бы не готовил, а заходил в магазин, покупал себе пару пакетиков на день. Допустим, телятина с ягненком, картофель с томатом, например, еще что-то насыпал себе тарелкой, с такого пакетика поел, и пошел себе дальше. Корм для мужчин крупных породных. Ну, как у космонавтов. Ты наелась? Ты наелась? Нет, не наелась. Как так-то? А как так-то? А как это ты не наелась? Что, пойдем? Или будешь еще? Ты мурлыкаешь, у тебя аж пузико дрожит. Ты кушаешь, у тебя аж пузико там вымурлыкивает. Это вкусно было. Это было вкусно. Моська, скажите, что вы меня раньше этим не кормили? Каждый день кормим. Все. Все. Или чего бы ты хотела? Да! О, как вкусно! Ух ты! Пунь-пунь-пунь. Все. Спасибо. Ух ты! А то я на сентябре уже. Ну, давай сидим. Ну, давай сидим. Ну, давай сидим. Пошли на улицу. Я не знаю, у нас холодно, не холодно. Потому что у нас тут, знаете, а если перепад температуры, то это примерно сетей градусов. Вот. Поэтому я наделась не супер тепло, для того, чтобы не жарко было. Ряды, как обычно, не дай стяжку, как видите. Но, знаете, типа, с этими перепадами вот время становится немножко низким. У меня, в самом случае, потому что, ну, в принципе, человек склонный к низкому давлению. И это большой минус, потому что я не знаю, как низкому давлению, потому что обычно пьют кофе, когда низкое давление. А я кофе не люблю. И, в принципе, я его практически не пью. Я его пью как лекарство, давлюсь им, когда низкое давление. Но каждый раз давиться кофе, ну, как бы. Ведь еще один вариант, как это убирать. Купить таблетированный элеутерокот и выпивать его. Или же полезная штука. Или же, я не знаю, или же чай зеленый, кстати. Вот, когда придут зарплаты, я обязательно куплю. У нас тут магазин есть, где продаются чаи, которые зеленые, натуральные. И я куплю чай белочунь. Очень вкусная штука, очень классная. Когда завариваются на чайнике. Буду заваривать белочуньку. Она очень вкусная. У нас тут письмо. Очень классный фильм, ребята. Советую вам его посмотреть. Акции, скидки, рекламы. Советую вам его посмотреть. Всем, кто не смотрел. Называется вам письмо. Кто смотрел? Напишите в комментариях, смотрели ли вы и девчонки. Эй! Угерская кровать. Вымыхает. Фризом довольно-таки большой. Мужчина был то ли кредитным экспертом, то ли кредитором, вот что-то такое. То ли... давай вниз сначала взор, зайдём. Ну, этот мужчина был чисто психологически. У нее объемка. Она продаётся здесь. Я беру жидкие такие кармары. Ну, не каждый день. Потому что это всё стабильное. И иногда придаряжутся с пивчиками. Вот. И... А вы не можете снимать? У тебя-то можно. А мы с туром? У меня в ней... Но мы пугали! Я уже определилась! offense не будет. Тукон привыкли. И никто не Ontario outward будет. Это значит добавление! Взяли такое лакомство для котов, для котят, родные корма. Тут даже написано, что они полноценный корм для котят, но я даю немножко этой штуки, ямки ей, то есть я чередую, ей нужна и ряженочка, и это самое, я чередую, когда ряженку, когда вот эту штуку, отчего там наступило время этой штуки. Мне очень странно, я даю полный пакетик, она его съедает, при том, что теоретически можно и половинку пакетика давать, но я даю реально полный, и она его просто съедает, ей нравится, ребят, вкусно же, как выяснили. Вот такое тоже взяли для кисей, для маленьких кисей, для одних кисей. Красивых кисей. Сейчас я делаю статерку, потому что надо за сисисиками. Ну за сисисиками, ну короче, за штуками делаю. Понимаете? Потому что это тоже надо. Ну что поделаешь? Такова жизнь. Я взяла вот эти сисиски, почему не это? Одинокопот, потому что одинокопот была по акции, но сейчас это не партия. Молокушки вязаные. Наверное, это тоже неплохая кирина, поэтому можно. И, конечно, когда придет зарплату, ну вот, афера взяла, чисто такого, полбахмара, причем, наверное. Ну вот, сегодня точно. Сегодня у нас есть. Денька и всякие. Что-нибудь получение денег, вы скажете, но... Дело вот, вот, я не по акции, это такое все. Молокушки тоже. Всякие, всякие новогодние эти самые. Мы ставим сюда вода, яйца и добавь. О, Жирократ, вкусная журнала. Это именно вот от Максвета. Но здесь все-таки журнаны собирали. А это новинки пошли уже. Надо было начать их читать. Интересное там. Классно. Что у нас тут есть? Да, тут тоже есть. Феонент. Идем дальше. На ужине сегодня. Сейчас я сделаю. Мы перекусим. Это будет омлет с сосисками. Вот. И помидорками чуть-чуть. У нас есть. А к ужину я сделаю пюрешки. Это будет. Салат из помидор и котлетки. Не знаю. Что-то я подсела в последнее время на котлетки. Вот нравится мне всякие изделия из фарша. В последнее время. Не знаю. Ну вкусно. Вкусно. А мой молодой человек, мне с ним повезло. Он ест хорошо. То есть, что ему дашь покушать? Да, да. Будь то котлет или будь то мясо, он ест. Конечно, у него, как и у всех людей, тоже есть свои пожелания. Хотелось бы так водой, так водой, так водой, так водой. Да, просто вкусно готов. А если ему положишь, например, у котлета, да, он и будет есть в любом случае. Если ему положишь в курицу, то он будет есть в курицу или картошку. То, что ты положишь, то и будет. И это очень классно. Когда мужчины непривередливы, когда нет такого шоу. То я буду, то я не буду, то я хочу, но это не хочу. Да. Когда там работаешь, тебе всё выносят, простите, только на этот... на вход в зал а дальше ты это все таскаешь сам и это хорошо если у тебя там ящики просто со специями они как-то более-менее легкие а если это ящики детским питанием а если это ящики соусами а если с крупами а крупы это простите тяжелая скажем так это очень тяжело то есть это все таскаешь ты это все поднимаешь это реально пипец какой-то и приходишь домой и тебе ничего не хочется не есть не пить не даже с родителями общаться ничего тебе хочется просто лечь на спину и вытянуть ноги спина после этих смен она разрывается по полу а там ящики вот если кто-то думает да что гречка это легкий там продукт и все такое да щас если один килограмм окей но в ящике там 20 пакетов гречки одному килограмму это 20 пега 20 и представьте вот так одним махом на руках поднять это самое а если это на пицке по два по три литра вот эти вот ну штуки тебе же ответить и побегаешь по залу найдешь сотрудника который в этот момент что-то раскладывает это будет мальчик и скажем а помоги пожалуйста то проблема теоретически может он и поднесет а так у нас ребят проблема вот эту информацию воду все остальное неси так как и супермаркете это работа но вот это вот тасканье это капец выкладка по фифоне так страшно как тасканье потому что выкладку по фифон на самом деле супермаркеты и не всю ту фишку у того которого срок годности хуже ставят вперед а у у кого срок годности ну в смысле ближе подходит а у кого срок годности хорошее вот новое кладут назад и это такая фишка что понимаете нельзя то есть когда заходишь в горлоке и достаешь продукт доставайте с задней части полки по-любому потому что именно там оно будет свежее и это я говорю как сотрудник который работал так как я сейчас нахожусь в россии и заответственно правда бы я могу говорить что хочу а не менее достанут принципе Та-та-та, ну не так, не гумчитка в планке. Татяна, знаешь, можно заносить парам? Да. Вода выкидывается, а можно выкидывать. Знаете, ребят, на этом я буду заканчивать это видео, снимать на вас следующий влог, поэтому всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и видео пропускайте. Всем пока-пока.